В нашей школе патриотизм вообще никак не приветствуется. Наши дети хотели пойти возложить цветы и поприсутствовать на митинге, концерте, посвященной 75-летию битвы над Сталинградом. Зараненько, естественно, отпросившись у классного руководителя. Классный руководитель дали добро. Гузель Шайгарова – мама ученицы 9-го Д-класса 75-й Казанской гимназии. Говорит, то, что произошло, в голове не укладывается. Если верить родительнице, ее дочь Алину и подругу-дочери, одноклассницу, зауч не пустила в Парк Победы. В группе в WhatsApp я написала, что в этот день не смогу прийти в школу, так как буду возлагать цветы. Мы договорились, что утром я пойду купить цветы, а девочки решили сходить на первые уроки, потому что время еще было. Элина говорит, в назначенный час, когда она была в Парке Победы, раздался телефонный звонок. Одноклассницы просили назвать имя организатора мероприятия. В трубку я слышала то, что наш завуч их не отпускает и сравнивает это мероприятие с митингами Навального, с сектами какими-то. Позже мне девочки рассказали, что я держала их очень долго. То есть она говорит, нет, вы должны ходить на уроки, мне нужна специальная справка. Отчитала их по полной программе, сказала, вы никуда не пойдете. Естественно, ни на уроках толком дети поприсутствовать не смогли получить знания, ни поприсутствовать на митинге. Едем в школу. Нас встречает директор. Во время учебного процесса у нас дети не могут уходить самостоятельно, и поэтому девочки не были отпущены. На все мероприятия мы ходим только под руководством взрослых. Это тщательно планируется, в обязательном порядке издается приказ на выход, потому что ответственность за жизнь и здоровье несет педагог. Решение принимали исключительно в соответствии с законом, говорит директор. Классный руководитель была не в курсе намерений учащихся, не отпускала их с уроков, чтобы они пошли куда-то самостоятельно. Лариса Помыкалова уточняет. Педагог и зауч, это заместитель директора по воспитательной работе, пояснили, что митингов может быть много и разных. Ученицы участвуют во всех мероприятиях, проводимых школой, а таковых, связанных с патриотическим воспитанием, немало. Обращение на телевидение директор объясняет возможным недопониманием. Одноклассницы перешли в гимназию из другой школы. Напомню, в прошлом году объединили 133-ю школу и 75-ю гимназию. Конечно, очень хотелось бы, чтобы вот этих трений не было. Хочется взаимодействия. Мы всем воспитываем, любым нашим поведением. Отношение ко всем детям доброжелательное. Сигнал от родителей в Министерство образования не поступало, отмечает Лариса Сулима. И констатирует, в Татарстане ведется большая планомерная работа в рамках патриотического воспитания. В республике сегодня более тысячи школьных музеев, более 2,5 тысяч отрядов тимуровцев, 77% школьников состоят в детском движении. Расспрашиваем о новинках, которые будут внедрены в этом году. Мы увеличим количество профильных смен в каникулярный период такой патриотической направленности. Для участников российского движения школьников, для наших ребят. В этом году у нас впервые в летний период пройдет такой большой образовательный форум общей численностью 2000 школьников одновременно в палаточном лагере. Все большую популярность в Татарстане набирает движение юнармия. Благодаря нашим достойным ученикам, таким как герой России, Герасимов Валерий Васильевич, который учился у нас на протяжении 5 лет, а затем в Суворовской танковой училище, ну и сейчас третий человек в военной иерархии России. Очень приятно, что всегда, когда он приезжает в Казань, он обязательно бывает в школе. И вот эта его забота, он помог нам приобрести первые, я бы сказал, подарил первые 100 комплектов юноармейской формы. Ученики 94-й Казанской гимназии первыми в Казани в 2016 году приняли клятву юноармейцев. Сегодня только в школьном отряде 86 мальчишек и девчонок. 60 заявлений находятся на рассмотрении. Мы остаемся победом для ты, сделаем все ради нашей страны. Что примечательно, больше всего девушек. Идет подготовка к 23 февраля. Репетиция гимна. Кстати, слова и музыку написали педагоги школы. Учащийся 8-го класса готовится к смотру строя и песни. Ребята помладше выступают с докладами. Сегодня тема для обсуждения оружия Великой Отечественной войны. Я вступил в юноармию из-за интереса, так как в юноармию рассказывают про военное дело, про автоматы, вооружение. Но также историю больше узнаешь. Сергей Семляков, Андрей Мохов. Семь дней. Сергей Семляков, Андрей Мохов. Сергей Семляков, Андрей. А дудинка.